Всероссийский день хоккея отметили показательной игрой форматом 3 на 3. Пензфильмаш против Дианиса. За нарушение булит и без офсайдов. Это главное отличие. Основные правила привычны всем любителям игры с шайбой. Принятие решения намного быстрее происходит. Видят короткие смены и побольше острых атак, побольше острых моментов. Дизель и Дельвейс, энергия. Так распределились места в детском турнире по хоккею 3 на 3. Играли и мальчики, и девочки. Настоящий мужчина играет в хоккей. Ну и я тоже хорошо играю. Викторию Янгуразову признали лучшим защитником соревнований. Это спасибо моим нападающим. Они молодцы. Они мне помогают. И мне легче. И поэтому мы выигрываем. Как-то забиваем голы классные. А так встречались спортивную зиму в центре города. Дети играют с мячами и веселятся. Подростки по желанию сдают нормативы ГТО. Прыжки в длину, отжимания, пресс. Хорошая подготовка в прыжках, в отжиманиях. Вообще во всем почти. Потому что я занимался раньше в деревне у себя. А Светлана Сулейманова даст фору молодым. Мне 61 год. Отжиматься очень нормально. И любой спортивный праздник – это праздник. Жизнь на пенсии, я вам скажу, это праздник. Живешь для себя. Больше общаешься с друзьями. Общение поколений. То есть мелкие будут смотреть, как могут они проводить время дальше. Что физкультура и спорт будет сопровождать их всю жизнь. И старшие будут питаться в позитивное настроение от юного поколения. Акция прошла в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни». Ее цель – популяризация активного образа жизни среди населения.